Новый тип лазерного принтера. На этот раз текст будет прожигаться в буквальном смысле на бумаге, а не пропечатываться. Разработка – результат совместных усилий сотрудников и студентов одного из технологических университетов Нидерландов. Для будущих клиентов это означает снижение накладных расходов. Больше не потребуется покупать новые картриджи с чернилами. Линия на самом деле – ряд точек или, как принято говорить сегодня, дотов с расстоянием, которую ловить невооруженному глазу просто невозможно. Есть особый тип лазера, который позволяет совершить данную операцию. Вначале были проблемы, потому что лучи прожигали бумагу насквозь. А если интенсивность такого луча была недостаточной, то следов на бумаге почти не оставалось. Мы сумели купировать перечисленные недостатки, и качество напечатанного текста не вызывает ни у кого сомнений. Самым сложным было соблюсти баланс между интенсивностью лазерного луча и частотой излучения. Нужно было также избежать обугливания бумаги и в то же самое время добиться четкости цвета. Сегодня со всей ответственностью мы можем сказать, что наша бумага не сжигается и что напечатанный таким способом текст никак не отличается от всем привычного. Орель был в команде тех, кто усовершенствовал особую лазерную пушку, настроив ее таким образом, что лазерный луч был мощным, но не настолько, чтобы прожигать бумагу насквозь. Лазер — это два зеркала, одно из которых полупрозрачное, и через него луч частично выходит из резонатора. Так он отражается от зеркал. Потом пучок излучения многократно проходит по резонатору, вызывая в нем индуцированные переходы. Излучение может быть как непрерывным, так и импульсным. В данном случае, как говорят сами разработчики, использование лазерных технологий приведет к снижению расходов. Поэтому такой тип принтера может быть востребован практически в любой сфере жизни. Мы в данном случае ищем производителей. Рынок может быть занят довольно быстро. Мы правда знаем, что мы наступаем им на заработки, они же производят и картриджи тоже. А тут картридж оказывается ненужным и вообще выходит, что называется, из игры. Таким образом удешевляется весь процесс производства принтеров, и поэтому маржа дохода сохранится. Не стоит забывать и о том, что такой тип производства гораздо более мягок по отношению к окружающей среде, и использованный картридж не требуется утилизировать. Вначале речь идет о том, что наш принтер может быть использован в полиграфическом производстве, а потом мы готовы разработать и модели, удобные в пользовании дома, для бытовых нужд. В любом случае, наша разработка годится и для того, и для другого. Объем сегодняшнего рынка расходных материалов для принтеров оценивается в 14 миллиардов долларов, и лишь треть из проданных и использованных картриджей утилизируется, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду.